Здравствуйте! В эфире программа про здоровье. Сегодня расскажем, где медики из разных регионов России поделились опытом лечения детей с онкологией, как творчество помогает пациентам и для чего врачи сменили медицинские халаты на вечерние наряды. Но пока к другим темам. В два раза увеличился автопарк «Паллиативная служба Новосибирской области». Ключи от 10 новых машин вручили руководителям учреждений здравоохранения. Через несколько минут эти автомобили разъедутся по разным медицинским учреждениям. Пять из них в больнице районов, еще два в детский лечебно-реабилитационный центр, три останутся в Новосибирске. Харасукское ЦРБ обслуживает пять районов. Сейчас на контроле около 50 маленьких пациентов с «Паллиативным статусом». Новая машина позволит обеспечить необходимым уходом почти в два раза больше человек. Это, конечно, очень актуально, очень нужен автомобиль. У нас плечо доставки, допустим, Скачковского района, доставки специалистов к пациенту 200 километров. В другую сторону, в Купино, это еще 100. То есть вот 300 километров расстояние машина очень нужна. Она будет 100% востребована и приблизит помощь детскому населению, которое нуждается. Ее проходимость позволяет добираться не только для населенных пунктов с асфальтным покрытием, но и с грунтовыми дорогами. То есть она по проходимости очень достойна. Поэтому в любой, даже самый отдаленный населенный пункт с грунтовыми дорогами доктор сможет добраться. Программу развития системы оказания палеотивной медицинской помощи правительство региона утвердило в 2020 году. Обеспечение выездной патронажной службы транспортом – один из приоритетов. Ежегодно автопарк пополняют новыми автомобилями. За последние годы сформировалась такая системная работа выездов именно помощи на дому пациентам по оказанию палеотивной медицинской помощи. По взрослому у нас 20 таких бригад, по выезду по взрослому населению, по детям у нас 10 бригад. Безусловно, мы уверены, что приобретение автомобилей и вот эта системная работа повысит именно доступность этой услуги нуждающие пациенты и, конечно же, улучшит качество их жизни, насколько это возможно. Сегодня в Новосибирской области около 35 тысяч пациентов с неизлечимыми болезнями. Кроме автопарка увеличивается также количество специалистов и кабинетов специализированной помощи. У нас увеличивается количество врачей, увеличивается количество открытых кабинетов. Наша задача за три года полностью всю Новосибирскую область покрыть кабинетами, то есть открыть везде кабинеты. Ведь мы кроме того, что машины закупаем, мы закупаем еще очень много оборудования для кабинетов. Мы открываем новое отделение. Мы уже в этом году 15 койк в Берске открыли. Сейчас планируем открывать койки уходовые в Ленёво. В следующем году планируем четвертую больницу открыть койки, которые нам крайне нужны. Для того, чтобы на этих койках могли подобрать терапию, отконтролировать, подобрать обезболивание. За предыдущие два года патронажная служба получила 9 автомобилей. В этом еще 10. В планах на будущий год закупить 5 машин для палеотивной помощи. Детская онкология в Сибири. Конференция с таким названием собрала в Новосибирске ведущих врачей страны. Любит рисовать, раскрашивать и в 5 лет успешно решает сложные примеры. Далер уже хорошо себя чувствует после операции. Но впереди еще длительное лечение. Первые симптомы появились в прошлом году. Боль в животе, тошнота из одной больницы в другую. Длительное обследование. И неутешительный диагноз – онкология. Когда она уже говорила диагнозю, и до сих пор уже 7-8 месяцев прошел, и у меня на ушах. Вот это ее все слова постоянно звучат. Это как гром среди ясного неба. Получилось как приговор. Имя Далер в переводе значит «храбрый и отважный». Мальчик мужественно перенес химиотерапию. Опухоль сократилась. Направили на второй этап – операцию. Сейчас мы сделали торкоскопическую операцию. Торкоскопия – это, прежде всего, лучшая визуализация. Все-таки мы можем под увеличением смотреть все эти опасные структуры. Опасные для хирурга, жизненно важные для пациента. Хорошая визуализация. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Мы удалили образование заднего средостения. Теперь мы будем ждать результат гистологии из Рогачева. И уже по результатам этого гистологического исследования будет определен курс химиотерапии. За год в областной больнице выполняют около 10 операций детям с онкологическими диагнозами. Высокотехнологичное оборудование – важная часть современной хирургии. И такие аппараты есть в областной больнице. Так, новая стойка позволяет выполнять малотравматичные операции. При этом врачи видят максимально четкое изображение. Но главное – руки врачей. Новое направление начали осваивать в конце 2021 года, когда в областную больницу переехало отделение детской онкогематологии. У операционного стола хирурги Павел Павлушин и Владислав Цыганок. Они первыми в клинике прошли обучение в Москве, в медцентре имени Дмитрия Рогачева. На первом этапе мы приглашали к себе этих специалистов. В частности, Дмитрий Горамович Аладзе приезжал к нам сюда, в Новосибирск. И мы делали оперативное вмешательство. Собственно, две операции, две нефробластомы. Одна из них уникальная, единственная, с протезом нижней половины. Такое в России больше никто не сделал. Она и описана у нас как клиническое наблюдение. И потом началась уже последующая наша собственная полномерная работа. Новосибирск – один из лидеров лечения детской онкологии в России. А этим летом стал и местом притяжения хирургов из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Медицинская конференция объединила специалистов для знакомства с новыми методиками и обмена опытом. Я хочу вас поприветствовать на нашей новосибирской земле. Я хочу пожелать вам успешной работы, хороших обсуждений. Не только научно-прикладного характера, но и для разрешения организационных вопросов, о которых говорил Анатолий Васильевич, маршрутизация и иные вопросы. Редкие опухоли головы и шеи, грудной клетки и брюшной полости, онкоортопедия, внутрисосудистая хирургия и эндоскопия. В повестку конференции включены самые передовые направления, требующие особого внимания. Мы учимся друг у друга, мы не являемся только педагогами. Новосибирск на сегодняшний день – это сильнейший регион, который может тиражировать технологии, в частности, детскую онкохирургию самостоятельно. Современные методы лечения и оборудование позволяют помочь большему количеству человек. Однако, чтобы выполнить все этапы лечения онкологии в одном месте, не хватает специализированных помещений. Нередко маленьким пациентам приходится обращаться в столичные клиники. Чтобы исправить ситуацию, в Новосибирске приняли решение о строительстве нового детского корпуса областной больницы. В этом корпусе будут сконцентрированы все хирургические отделения и два отделения, которые будут заниматься лечением онкологических заболеваний и онкогинологических заболеваний, которые будут созданы на самом современном уровне и позволят максимально качественные и комфортные условия оказывать помощь детям. Даже планируем его сделать межрегиональным центром по всему Сибирскому федеральному округу, где будет все в одном месте и терапия, и хирургия, ну и, надеюсь, что и лучевая терапия. То есть и детям не придется уже мотаться по городу из клиники в клинике и в том числе и в Москву ездить. Там же будут выполнять и трансплантацию костного мозга. Сейчас маленьким пациентам из Новосибирской области для этого приходится летать в Москву. В регионе продолжает работать программа реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. Так, в областном госпитале ветеранов войн номер 2 пройти лечение и восстановление можно в обновленных условиях. В медучреждении сделали капитальный ремонт, закупили современное оборудование. 64 человека. Члены семей погибших. Участники СВО, пока которые через нас прошли 51. Главный врач 2-го госпиталя ветеранов войн Людмила Канунникова с удовольствием рассказывает о проделанной работе. И это понятно. Капитальный ремонт провели впервые за 52 года. Обновили все. Мы практически, начиная с фундамента, укрепили стены. Естественно, перекрыли все крыши. Просто супер, что мы наконец-то... У нас появились подъемники для маломобильных ребят, для ребят, страдающих по зрению. Далее мы с ноля перебрали водолечебницу. У нас теперь 100% наших ветеранов боевых действий проходит через водолечение. Отдельное внимание палатам. Кроме ремонта и новых окон, у каждого пациента специализированная современная кровать. Система вызова медсестры. В комнатах для маломобильных дополнительное спецоборудование. Проведена большая работа. Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с учреждением, госпиталем. И это действительно результат, который направлен в первую очередь на создание необходимых условий для участников и специальной военной операции, и в целом для ветеранов войн и членов их семьи. На условия в обновленном госпитале пациенты не жалуются. Все процедуры, говорят участники программы реабилитации, реально помогают восстанавливаться. Какие показания, какие ранения? У меня ранения на руке, осколочно. Сделали операцию, прохожу реабилитацию после операции. Все хорошо в плане лечения и кормежки, и персонала. Все вовремя, все хорошо. Хорошо. Вернулся. Прохожу лечение, восстановление. Хотел бы сказать, выразить всему медицинскому персоналу огромное спасибо, дальнейших успехов, всего самого хорошего. Вся информация о реабилитации участников боевых действий в обновленном госпитале есть в поликлиниках и амбулаториях по месту жительства. В области стартовал новый сезон проекта «Медкадры в село». В торжественном построении приняли участие больше 200 студентов новосибирских медуниверситета и медколледжа. Торжественно клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня трудовые обязательства. Сегодня слова клятвы перед большой командой будущих врачей произносит куратор проекта Мадина Наурсбаева, который уже в третий раз поедет в село в качестве медика. В 2022 году была в числе первых. Тогда в центральные районные больницы отправились пять студентов НГМО и три учащихся медколледжа. Молодых специалистов ждали в трех ЦРБ. Меня зацепила та идея, что можно поехать в себе в центральную районную больницу, откуда я приехала, являюсь целевым студентом от Ордынской ЦРБ, куда возвращусь после окончания учебы. Идея привлекла просто поехать, поработать, познакомиться с больницей, с сотрудниками, получить опыт, быть полезной в своей больнице, чтобы меня уже в будущем знали, кто я, что я есть, что я учусь, что я приеду в качестве врача. И вот, возможно, главного врача в будущем. Хотят попробовать свои силы в сельской медицине, набраться опыта, заработать денег и помочь центральным районным больницам. Трудо устраивается. У каждого есть сертификат среднего или младшего медицинского сотрудника. Они устраиваются на должности этих специалистов в центральных больницах. И очень важный момент, что центральные районные больницы в этот момент дают отпуск своим сотрудникам, которые в летний период могут пойти и отдохнуть. Трудоустройство не меньше, чем на месяц. Проект называют уникальным. В России аналогов не имеет. Едут не только целевые студенты, которые и так вернутся в эти центральные районные больницы, а интерес у ребят, которые никогда не сталкивались с сельским здравоохранением. И на самом деле, когда они приезжают к нам в ЦРБ, а за время нацпроекта в центральные районные больницы очень сильно преобразились. В этом году студентов-медиков ждут 32 районные больницы. Опыт показывает, что к окончанию учебного заведения многие из принявших участие в проекте и планируют трудоустроиться в ЦРБ. Терапевтические картины, интерьерный декор, женские аксессуары, фактурные произведения – все это творение пациентов с аутоиммунными заболеваниями. В Новосибирске открылась первая городская творческая выставка людей с рассеянным склерозом. Это сегодня Мария Якунина торжественно открывает большую выставку, на которой много и ее картины, и работ единомышленников. Но четыре года назад казалось, что смысл жизни потерян. Рассеянный склероз проявился сразу в тяжелой форме, ночью парализовала. Через неделю поставили диагноз. Поддерживали близкие и неожиданное увлечение. Рисовать я начала буквально в первый день, когда я вот просто легла и не могла уже встать, потому что тело было парализовано. И вы знаете, вот эта чудесная история, я ее рассказываю всем, в нее, наверное, сложно поверить, но мой внутренний голос мне сказал, бери рисуй. Я никогда не рисовала. Но у меня на тумбочке оказалась ручка или карандаш или листок бумаги, и я каким-то волшебным образом смогла руками дотянуться и начала рисовать. Сначала просто чиркать, потом начались образовываться какие-то образы, появляться образы. И я стала понимать, что они метафоричные, они помогают мне проживать свое заболевание, они помогают мне видеть какие-то мои внутренние состояния, эмоции, чувства сложные. И таким образом я рисунок за рисунком, шаг за шагом, я продвигалась принятием. За полтора года создала порядка ста работ. Первая выставка, персональная, была два года назад в Новосибирском художественном музее. Сегодня в зале работает 19 пациентов. Мы больше думаем о том, как вылечить, и порой видим пациента. И когда мы встречаемся в такой обстановке и видим, насколько человек принимает болезнь, живет с ней, развивается с болезнью, мы немножко тоже изменяем отношения, обогащаемся вот этой духовной составляющей. Вязаные игрушки, одежда, вышивки, украшения, но большая часть представленного картины. Кто-то пишет самостоятельно, кто-то во время занятий арт-терапией. Этот метод в Центре рассеянного склероза используют с ноября 2021 года. Это социальная поддержка очень сильная, потому что люди не только работают с картинами, прорабатывают что-то, но и работают в группе. Группа – это значит, что они могут обменяться контактами, поддержать друг друга, либо даже на занятиях, в процессе друг к другу проработать какие-то проблемы. В Новосибирской области диагноз рассеянный склероз у почти трех тысяч жителей. В год заболевают около 120 человек, женщины в два раза чаще. Появляются новые препараты, но по-настоящему эффективно комплексное лечение. Человек, где он болеет не только телом, а даже, может быть, больше душой. Человек, который практически не чувствует симптомов, для него эта болезнь, она внутри. И, конечно, очень важно ее проговорить, прочувствовать, поделиться как-то. И, конечно, вот этот вариант выражения через искусство, через творчество – это прекрасный вариант. Чувствую в себе эту миссию, важность поддержки теперь постоянной людей с рассеянным склерозом, своих коллег, которые находятся в этом состоянии, так же, как и я. Потому что принятие как таковой болезни на постоянной основе, оно не происходит. Мы с этим живем постоянно, мы каждый день с этим заболеванием. А люди творческие, их нужно особенно поддерживать, потому что они через свои творческие работы пытаются донести свою душу миру. И мир должен это услышать, мир должен это увидеть, и я хочу этим заниматься. Поэтому организована совместная выставка городская. На открытии читают стихи и проводят мастер-классы. За одним столом рисуют, за соседним изучают японский язык. Я считаю, что в данном случае заболевание, я вот рассматриваю, я уже с большим стажем, что это не какое-то наказание, это просто определенный период жизни. Это возможности данные человеку, как прожить оставшиеся эти промежутки времени. С преодолением, но с интересом для жизни. Пациенты вместе не только творят, но также ходят в кино, театры и на экскурсии. Сегодня раскрыли секрет. Областной больнице и театр Афанасьева совместный проект. Ставят спектакль. Пациенты, которые задействованы, они уже активно ведут репетиции. С ними работают профессиональные педагоги и по речи, и по режиссер отдельно. Я не буду раскрывать название. Очень интересный проект. Спектакль скоро представят зрителям. А увидеть картины можно будет до 10 августа в молодежном центре продвижения на Бориса Богаткова 201. Первый сибирский бал медиков прошел в Новосибирске. Хирурги, стоматологи и психиатры сменили белые халаты на вечерние наряды. Танцы ставили профессиональные хореографы. О том, как чувствовали себя врачи в новом амплуа, знает мой коллега Иван Деревянченко. Еще утром доктора новосибирских клиник принимали пациентов. А сейчас затаили дыхание в ожидании начала бала. К этому дню они готовились целый месяц. С нуля ставили танец после работы. Все ради того, чтобы доказать людям и в первую очередь себе. Танцы – это для всех. Мы просто анонсировали это мероприятие как очень красивое, масштабное, светское, которое подарит невероятные эмоции, когда люди, доктора, медицинские работники просто поменяют свои хирургические костюмы и белые халаты на роскошные платья. Кроксы и кроссовки поменяют на изысканные туфли. А звуки сирены сменятся на потрясающие звуки скрипки. И у всех будет сегодня праздник. Такой балл первый в Сибири. Идею переняли у московских коллег. Главная миссия события – повысить престиж медицинских работников в жизни общества и исплотить специалистов всех сфер медицины. В непринужденной обстановке врачи могут поделиться опытом и планами новых проектов. Да, максимально позитивные на самом деле, потому что это праздник, праздник танца. Люди должны посмотреть, что люди, которые участники, неподготовленные, непрофессиональные танцовщики тоже могут танцевать и могут это делать действительно хорошо. Семья Поповых вместе с первого курса медуниверситета. Константин – пластический хирург. Ольга – врач-косметолог. По правилам БАЛа доктор должен танцевать с профессиональным хореографом. Но эта пара – исключение. Решили выступать с танцем «Хассл». Это смесь импровизированных движений в стиле диско, появившаяся в конце прошлого века. Техника проста для обучения. Всего четыре такта. Каким-то образом чудесно мы здесь. Видите, как я волнуюсь, да? Это вообще не мое все. Это выход из зоны комфорта. Абсолютно. А как ощущаете себя вы? Очень волнительно. Обычно в роли каких-то, ну, в нашей роли наши пациенты. А теперь в какой-то степени мы приняли их роль, да, и немножко нам не по себе. Главное направление этого БАЛа – латиноамериканские танцы, такие как румба и бачата. Это парные социальные стили, зародившиеся в странах Карибского бассейна в первой половине прошлого столетия. Их особенность в работе партнеров. Участники раскрепощаются и открываются по-новому. Для тех, кто предпочел сегодня остаться в стороне, хореографы подготовили мастер-классы. Ничто так не обязательно всему роду человеческому, как медицина. Еще две тысячи лет назад заявил римский учитель красноречия, поэт, адвокат и писатель Марк Фабий Квинтелян. Всего доброго, будьте здоровы и до встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!